Родион Нахапетов Перед выездом Наташа мне говорит, знаешь что, возьми, вот он будет святой, есть такой Иван Шанхайский, и он маме моей помог, может быть он и тебе поможет. И дала мне открыточку, вот такую маленькую открыточку Иоанна Шанхайская. Решающая встреча с голливудским боссом с самого начала не задалась. Когда я приехал уже на студию, мы начали с моим автором излагать, как мы видим этот фильм, как мы то, и мы видим, что он скисает. Скисает, просто явно не интересует его. И в общем, все уже пошло на нет, и мы должны были уже попрощаться. И вдруг я почувствовал опять от этой открытки, я держал ее в кармане боковом, почувствовал опять тепло. Думаю, что-то будет, что-то будет. И действительно в этот момент, ребята, садитесь и пишите сценарий, чтобы получился хорошо. От маленькой кусочка бумаги вот такая, так сказать, сила. Вот. Поэтому я точно для себя решил, что этот человек сделал чудо, совершил чудо. Так Иоанн Шанхайский помог Нахапетову найти свое место в Голливуде. Но главное, раз и навсегда превратил убежденного атеиста в христианина. Вот все, что закладывалось в меня атеистическим, так сказать, обучением в Советском Союзе, все это отлетело в одну секунду. Тут же. Я сразу же поверил, что есть святость, есть сила у святых, что есть вера, которая может совершать чудеса. И это как вот то, что наращивалось десятилетиями во времена советские, оно отлетело очень быстро, как шелуха, которая была наносной и нужной. Любимый святой зарубежных православных, пастырь и покровитель русской эмиграции первой волны. Это он, архиепископ Иоанн Шанхайский в 50-е годы, убедил американский сенат принять тысячи русских беженцев из коммунистического Китая. Его трудами построен кафедральный собор в Сан-Франциско. А вся его жизнь, жизнь молитвенника и подвижника, и вовсе была ежедневным, обыкновенным чудом. Русский эмигрант Михаил Максимович окончил Белградский университет и в 30 лет принял монашеский постриг с именем Иоанн. Уже тогда в Сербии его называли ангелом Божиим в человеческом обличье. В 34-м году молодого иеромонаха избрали епископом на шанхайскую кафедру. Дальше биографию святого могут рассказать даже дети из православной школы Сан-Франциско. Он построил храм в Шанхае и нашу церковь всех скорбящих радости. Я знаю, что в Шанхае он открыл приют и школу для детей-сирот. И действительно, в Шанхае владыка Иоанн Максимович прослыл необыкновенным епископом. Одни называли его чудным, другие – чудотворцем. Он иногда просто появлялся в больницах. Никто его, то есть никто не говорил, что приходите к нам. Он просто приходил туда, к русским пациентам. И одна женщина сказала, вдруг я проснулась и вижу вот этот маленький такой человек, одет в черном, сидит над кроватью над моей. Она была при смерти. И на следующее утро ей стало лучше. То есть таких случаев было, ну, как один за другим, один за другим. Олег Реут рос в Шанхае и помнит трудную, голодную, поневоле аскетическую жизнь, которую вели тысячи русских эмигрантов в Китае. Горячей воды не было. Нужно было горячую воду покупать у китайца. Китайцы на углу кипятил воду. И у нас у каждой семьи был свой вечер, когда мы купались. Но епископу Иоанну лишений и тягот казалось недостаточно. Холодная ванна в 4 утра ежедневно. Скудная еда один раз в день. Короткий сон в кресле. Вот распорядок, который он строго соблюдал. Владыка Иоанн, он в кровати не спал. В кабинете в кресле спал. Говорят, что носил вериги. Он ходил в китайских лодочках без носок, брезенчатые такие ботиночки. Когда у нас голод был, голод, нечего есть нас, значит, всех детей и молиться перед иконой. Лидия Ионина выжила в далекие сороковые в Шанхае только благодаря тому, что попала в приют, открытый владыкой Иоанном для беспризорников. В начале сам было что-то 8 человек детей, а потом уже до 2000 доходило детей. Там же воспитывался и будущий певец Николай Масенков. Каждое утро выстраивались на улице, поднимали русский бело-синий флаг и пели «Боже, царя храни». Когда там хора не было по каким-то причинам, владыка подходил к детям, которые из приюта, и говорит... А ему там показывали, вот этот имеет голос выдающийся, знаете, вот этот голос, потому что меня выбирали. И это мне дало такое хорошее начало. Он был как единственный отец в моей жизни. Я питался его святостью и положительностью. Больных и голодных детей епископ Иоанн сам подбирал на улицах, а иногда и доставал из мусорных баков. Каждого найденыша сразу же крестили. Он ходил по бочкам, вытаскивал детей, какие-то чат всяких, по бочкам из мусорных бочек. А ему говорят, владыка, так у нас кормить нечем их. Он так молился одну ночь, действительно кормить нечем было. И утром какой-то богач привез целый трак мешков муки. Здесь все сказали, ну это действительно. Ему приносили одежду, одеяло, еду какую-нибудь. А в соборе у входа, ну, на улице стояли всегда несколько нищих. Так только эти жертвы уйдут, он сразу все это возьмет, в охапку вытащит и раздаст. Владыка Иоанн каждый день пешком обходил шанхайские госпитали, навещал больных. У Клавдии Мотовиловой, тогда маленькой девочки, случился перитонит. Без антибиотиков врач ничем не мог помочь. И мама страшно плакала. И вот Владыка встретился с ней. А что же вы плачете? Она говорит, а Клава умирает. Он говорит, а где она? Да в таком-то госпитале. Я уже ничего не помню, когда он пришел ко мне, что он, ну только слышу, что-то он там молился. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Потом я опять пришла в себя и открыла глаза и смотрю, Владыка, я говорю, Владыка, он говорит, да, это я. Я говорю, Владыка, я умираю. Он говорит, нет, ты не умрешь. И я когда очнулась, он говорит, ну раз ты уже очнулась, давай вместе молиться. Вот мы с ним стали вместе молиться. Он меня поисповедал, причастил и уехал. И у меня температура спала, приехал доктор. Он не мог поверить своим глазам и ушам и говорит, что вы окей. Я говорю, что доктор, я не знаю, но мне кажется, я хорошо. В 49-м году Шанхай захватили китайские коммунисты. В кафедральном соборе устроили биржу. Православная община спешно эвакуировалась на Филиппины. 5 тысяч русских беженцев высадились на островах и среди диких джунглей построили палаточные города. Все филиппинцы уже, ой, тайфун начинается, они собирают свои манатки и все из этого острова бегут. А мы, значит, это мигранты, сколько нас, я не знаю, тысяч было. Да, он ходит и крестит, крестит, крестит и тайфун проходит. Мимо, все мимо. Они возвращаются и удивляются, что мы все. А как только все мы выехали, там два сколько-то года мы жили с половиной. Все, все разрушено. Епископ Иван Максимович написал послание президента США с просьбой открыть границу для эвакуированных из Китая русских. Говорят, он даже сидел на ступенях Капитолия, показывая сенаторам, что не уйдет без нужного решения. Владыка, значит, приезжал в Ощингтон и сидел так. Ну и сенаторы проходят, он их благословляет, улыбается, улыбается, улыбается. Тогда говорят, это кто такой за монах? Улыбается, все, и намажет, значит, намажет. Ну, прошла, был такой необыкновенный, знаете, делал. Это Владимирский добился своего, всех вывезли. Так несколько тысяч русских эмигрантов нашли убежище в Калифорнии. Первым делом община приобрела в Сан-Франциско здание для сиротского приюта. Там 20 с чем-то человек у нас было, мальчики внизу, девочки наверху спали. Здесь же Владыка Иоанн выбрал комнатку и для себя. Эта крохотная келья стала архиепископской резиденцией. Своих шанхайских привычек он не оставлял до конца жизни. Ну, вот это вот его место, где он сидел, работал. Почти круглосуточно он служил Богу и людям. За 40 лет ни разу не ложился на кровать. Лишь ненадолго по ночам засыпал в кресле. Он никогда о себе не думал. Он не думал, что ему поесть, где он будет спать. Он иногда даже в соборе в Сан-Франциско засыпал, прямо на полу молился в алтаре. Просто так его находили, он там спал. К огорчению своих духовных чад в 50-м году Владыка Иоанн был переведен в западноевропейскую епархию и взял на себя заботу о православной церкви во Франции и Нидерландах. В Париже долгие годы с собором ему служили смежные помещения-гаража. У скромной общины не было другого храма. Даже католики-французы часто просили молитв русского архиерея и называли его «Святой Иоанн Басой». Он иногда просто к людям подходил, не зная этих людей, и мог спросить, как у вас сердце, или как ваш муж поправился, то есть людей, которых он не знал. И это у него было такое, ну, он видел какие-то вещи, которые мы не понимаем. После возвращения в Сан-Франциско главным земным делом архиепископа Иоанна стало строительство Кафедрального собора Пресвятой Богородицы всех скорбящих радости. Пришлось тогда собирать средства. Люди давали деньги от нескольких долларов в месяц до крупных средств. Очень было трудно закончить эту постройку. Но владыка молением, организованностью, как он мог людей потом собрать, и чтобы они подержали до конца, донесли это дело. Раскол в местной православной общине привел к тому, что архиепископу Иоанну предъявили абсурдное обвинение в сокрытии собранных на строительство собора средств. И пожилому владыке даже пришлось предстать перед судом. Раскол был до того, как владыка приехал. Владыка сюда приехал усмирять, но тем не менее, когда он усмирял, появились те, которые хотели его осудить. И, конечно, со временем владыка был оправдан, и этот суд признал то, что владыка его в сторону. И все со временем затихло. Когда Родион Нахапетов познакомился с биографией Иоанна Максимовича, он словно увидел его живым. Такого необыкновенного характера не придумать ни одному голливудскому сценаристу. Меня как режиссера, конечно, поражают такие характеристики, как Наташа рассказывала, что он редко когда одевал обувь. Рассказывали там какие-то шутки, что ему сказали, что вы должны быть всегда с обувью, ему сказал какой-то, так сказать, важный человек. И в какой-то следующий раз он его увидел, он нес ботинки в руках. Он говорит, а что ты несешь ботинки? Я говорю, ну вы же сказали, чтобы я всегда был с ботинками. Вот я и с ботинками иду, но шел босой. И как он говорил, у нас есть запись его проповеди. И в этой записи, в фонограмме, я закрываю глаза, я слышу, и я вижу, я представляю, потому что я знаю очень хорошо лицо его. Я его очень легко воображаю, вижу, как он эту проповедь произносит. У него были трудности с речью. Посмотрю разбойников. Он был такой невзрачный, не то что красавец архиереи. Он был небольшого роста, горбатый, косноязычный. Его трудно иногда было понимать, когда он говорил, потому что у него рот немножко перекошенный был. Некоторые противники даже говорят, что он никогда не купался, ничего подобного. Но он каждый день душ принимал, причесывал, волосы один раз в день. Но каждый раз, когда владыка Иоанн служил божественную литургию, он преображался. Я уверен, что он ангела видел, когда он служил. Особенно мне были заметны моменты, вот самый главный момент присуществления святых даров. Словами нельзя описать состояние, атмосферу в алтаре в этот момент. Он должен был быть страшно больным, чтобы не быть в церкви на утренней службе, на вечерней службе. В воскресенье у нас так же, как здесь, была ранняя и поздняя. Так он всю раннюю стоял, а позднюю служил. После литургии владыку брало время остыть. Он подходил к иконам разным, чтобы именно остыть после литургии. Потому что он с такой пламенной молитвой молился и совершал литургию, что это было просто для нас, кто видели, это было просто мурашки по телу. Он служил каждое утро, а после литургии обязательно отправлялся в одну из больниц Сан-Франциско навещать православных, знакомых и незнакомых. Каждый раз ходил по госпиталям и везде проверял, кто есть православный. А если не написано, что православный, смотрел по фамилии. И тогда шел к палату. Для многих больных его визиты были решающими. Звонок. Женщина спрашивает, как похоронить мужа? Я говорю, а когда он умер? Она сказала, он еще не умер. Такой странный ответ, как хоронить мужа, он еще не умер. Ну, я положил эту трубку, пошел, владыка спустил. Это владыка, вот такой-то звонок. И владыка всегда спрашивал, пусть знает какой госпиталь. И тогда, это был господин французский недалеко. Его, мы привезли туда. Этот человек умирал, вот у него что-то в горле. Его горло было вот такое. Владыка всех попросил уйти. Это, помолился, причастил его. И этот человек, он поправился после этого и умер 2-3 года после этого. Совершенно другой причиной. Весь Сан-Франциско знал этого странного русского. Сутулого монаха в сандалиях на бусу ногу, чья молитва была сильнее смерти. Американцы вот так вот знали. Его прямо назвали Сент-Джон. Сент-Джон. Это русский сент. У меня с родственницей получилось, как раз во французском госпитале. Моя родственница, она тоже уже умерла. И мама пришла, и в собор, вот как раз в соборе, плачет. Владыка пришел, говорит, прикладывался там к иконам. И говорит, Ивдокия Андреевна, что вы плачете? Она говорит, да бабушка Задовская умирает. Уже, наверное, умерла. А где она? Во французском госпитале. Вы бы видели, как он бежал на 6-ю авеню. Он бежал и застал ее еще живую. Еще сердечко билось. Вымолил. Вымолил. И так же он долго молился, причастил ее. И... А сам уехал в Сеатл, и там умер. Архиепископ западноамериканский и сан-франциский Иоанн Максимович скончался в 70 лет. Только ради него за два дня были внесены поправки в местный закон, запрещающий захоронение в черте города Сан-Франциско. По закону это невозможно. Потому что берет всегда, что называется, hearing. Одно это слушает, ну, когда слушает закон, потом через несколько недель. Второй раз слушает закон, это берет несколько месяцев. А здесь за два дня изменили закон. Это невозможно. И я помню, я был, где его усыпальница, но это должна была быть кладовка. Я там долбил бетон, там что-то проводить нужно было, не помню, взял. Я был грязный, усталый. И владыка заходит туда и говорит, это работай хорошо, это мое место. И вот, когда он скачался, из этой комнаты сделали его усыпальницу. Значит, он сказал, работай хорошо, это мое место. Тогда только понял, в чем дело. В 93-м году, спустя 20 с лишним лет после упокоения архиепископа Иоанна, его мощи обнаружили нетленными. Перенесли в собор, который он построил, и причислили сан-франциского чудотворца к лику святых. Вы можете все сербское кладбище разрыть, и в каждой могиле, кроме костей, ничего не найдете. А вот вам человек, которого все признавали святым. Прошло 25 лет, его гробницу открыли, и он нетленен. У меня не было сомнений, что он будет святым. Не было никаких сомнений. Все знали, что он будет святой. Даже до открытия всего этого саркофага, как он называется, гроба, все равно все знали, что все будет экономически абсолютно развиваться. Сегодня даже первоклашки в православной школе Сан-Франциско знают, кто такой святой Иоанн. Вы помните, какое было домашнее животное у святого Иоанна? Гуля. Гуля, правильно. И Гуля летела рядом со святым Иоанном, когда он шел куда? Церковь. Общеобразовательная школа, где учатся дети из православных семей разных национальностей, носит имя святого Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. И была открыта в продолжении традиций самого владыки, который воспитал сотни подростков. Очень нехристианская среда. Мы хотели именно, чтобы дети помнили, что они православные, что русские, и что важнее всего в жизни это бог в американских школах. Особенно в Сан-Франциско сейчас это просто страшно, что творится и наоборот все учится. Мы обращаемся к нему с Родионом все время, каждый день. То есть он как будто бы живет в доме у нас. Вот у меня иконка его. И он как будто бы живой. Святой Иоанн Шанхайский помог голливудскому продюсеру Наталье Шляпников приобщить к православной вере мужа Родиона Нахапетова и стал покровителем их семьи. Я приехал из Советского Союза. И мое детство прошло, и школа, и университет. Все это Россия, Москва. Воспитывали нас в атеизме, конечно. Никакой веры в чудеса у нас не было. Поэтому это знакомство с Иоанном Шанхайским и с его чудотворной силой было неожиданным. Когда-то у мамы я спрашивал, она была учительницей, учительницей русского и украинского языка. Я как-то спросил ее, я говорю, мама, что такое Бог? И я помню, что она ответила очень странно. И мне казалось, это совершенно как-то то ли как отговорка, что ли, для нее была. Она сказала, Бог – это любовь. И вот чтобы понять это, проникнуться вот этим понятием, нужны годы иногда. А иногда нужно вот одно чудо, которое тебе все меняет в твоей жизни. Этим чудом для Родиона Нахапетова стала первая молитва к Иоанну Шанхайскому, которая была услышана. Теперь в его Лос-Анджелесском доме такие молитвы звучат постоянно. Сия благодать и обновление буди нам ходатай, святитель Иоанне. Помози нам в немощах, исцели болезни, помози в житейских и семейных делах. Всегда остаюсь благодарным и Иоанну Шанхайскому, и своей жене, за то, что она открыла вот этого маленького, хрупкого человека, который может совершать великие дела, совершать таинственным образом, непостижимым. Это удивительный человек. Мы должны быть благодарны ему действительно за то, что он помогал очень многим при жизни и помогает сейчас очень многим, когда его уже нет. Русский монах, который прославился в Китае и Америке. Человек 20 века, который веровал с истовостью первых апостолов. Архиепископ, который всю жизнь прожил нищим аскетом. И святость, которая для современного мира кажется абстрактной и недостижимой, для него стала реальностью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok